Здравствуйте, с вами Лидия Стопронова. Этот мастер-класс посвящен Муно Сергею Клипсе с кристаллами Сваровски и с разовыми цепочками. Приятного просмотра! Необходимые материалы. Кристалл Сваровски, 10 мм, форма подушечки, артикул 44-70. Бусины рандели, чешские, они такие гранюные, блестящие, размером 2 мм. У меня такого графитового цвета. Цепь стразовая, белая и черная. Белый нужно будет 40 см, черный 50 см. Бисер миюки 15 размера, черного цвета у меня, для обработки края с подушечкой и таким вот очень хорошим зажимом. Вышивать будем на фетре. У меня здесь моделируемый фетр. Его я окрасила серебристой акриловой краской. Для того, чтобы он был в одного фона со всем изделием, потому что здесь он в некоторых местах просвечивает. Вы можете взять фетр любого другого цвета. Белого, уже серого, либо черного. Подходящего для вашего дизайна. Кусочек кожи для изнанки. Иглу для бисера. Можно взять 10-го и 15-го размера. Иглу 10-го размера будем вышивать, а 15-го размера заделывать край, так как бисер у нас очень мелкий, 15-го размера. Вышивать буду леской. У меня японская леска, 0,16 мм. Можно взять леску 0,14-0,18, любую, к которой вы привыкли работать. Ну и нам понадобятся кусачки, ножницы, клей, бумага и карандаш. Фетр у меня достаточно жесткий получился после окраски. Далее делаем еще один стежок, то есть цепляемся за этот же стежок. Накидываем пару узелков. Подтягиваем. Леска закреплена на изнанке. Далее располагаем кристалл. Располагаем по центру. Здесь у кристалла есть грани, и чтобы правильно его расположить строго по центру, обращайте внимание на эти грани. То есть мы придерживаем рукой и просто пришиваем. В оправе есть два отверстия. Но это в Сваровске два отверстия, не знаю, как в кристаллах других. Конечно, здесь можно использовать не только такие кристаллы. Можно взять кристаллы другой формы. Например, какие-то овальные, какие-то пришивные стразы, насколько вам позволят имеющиеся материалы и ваша фантазия. Здесь также можно использовать любую бусину, плоскую или более объемную. Фантазируйте. В общем, пришиваем кристалл аккуратно и по центру. Пришиваю двумя-тремя стежками. Больше не надо, так как леска достаточно прочная. Очень хорошая японская леска. Если вы будете брать другой кристалл, возможно, больше или наоборот меньше, то, соответственно, и других материалов вам понадобится больше или меньше. Если кристалл будет большего размера, то имейте в виду, что и сама серьга получится крупнее. Сразу от цепочки нужно будет больше, чтобы обтянуть этот кристалл. Или обнять этот кристалл. Или ваш центр. Что у вас будет в центре. Лучше взять округлой формы. То есть, видите, он у меня не острый. Округлой формы. Хотя бы на первый раз. Далее пришиваем бусины рандели вокруг. Первую бусину я пришиваю здесь по центру, наверху от кристалла. То есть сверху от кристалла. Прокалываем иглу, отойдя немного от центра. Набираем бусинку. И располагаем ее ровно. Прямо по центру. Так как серьги небольшие, работа должна быть очень аккуратной. Ну, в принципе, любая работа должна быть очень аккуратной. Но здесь очень важна точность. Нужно расположить бусину рандель прямо по центру. Потому что от этого зависит расположение сразу цепочки. Так как вокруг у нас будет сразу цепочка. Для того, чтобы она легла ровно, нам необходимо закрепить очень хорошо эту бусинку. мы можем пройтись два раза. Подтянуть, сделать узелок на изнанке. Ну, я так делаю, во всяком случае, для того, чтобы она крепко сидела. Далее у нас будут располагаться бусины рандели вокруг. Значит, это кристалл. Вот мы первую бусину пришили уже. Центральная линия. Здесь у нас расположится 9 бусин. И с этой стороны мы также расположим 9 бусин. То есть, получится их всего 19 штук. Это, опять же, расчет дан для этого кристалла. Именно этого. И чешских бусин 2 миллиметра. У вас, конечно, может быть по-другому, если вы возьмете другие материалы. Я выхожу перед этой бусиной, прохожу через нее. И начинаю пришивать бусины по одной. Бираю одну. Пришиваю. Выхожу перед ней. И прохожу снова через нее. И так пришиваю с этой стороны и с этой. Бусины рандели пришиты. И здесь мы можем их затянуть. Для того, чтобы они не болтались и точно никуда не делись. То есть, мы проходимся иглой по всем нашим бусинкам опять. Бусины рандели могут рвать леску, поэтому сильно не тяните. Очень аккуратно. Не спеша. Многое, конечно, зависит от качества лески. От качества лески. Но, тем не менее, лучше не тянуть. Сильно. Прошлись. Немного подтянули. Можно закрепить наизнанке узелок. Далее будем пришивать вокруг белую стразовую цепочку. Так как я уже делала эту сережку, у меня есть образец. Я знаю, сколько у меня здесь стразиков. У меня здесь 34 стразика. И будем пришивать. То есть, я нахожу здесь центр. Так как я уже ее отщипнула нужного размера. Я нахожу центр. Вот у меня центр. Прикладываю. Располагаем так, чтобы между стразиками находилась наша центральная линия. Вот таким вот образом. Вот я располагаю. Вот у нас стразик. Между ними такая есть перемычка. Вот стразики. Центральная линия проходит между ними, между стразиками. Пришивать будем так. Выходим с этой стороны. Делаем стежок. И пришиваем. Пришивать нужно как можно ближе к перемычке. Так как мы будем срезать лишний фетр. Но это уже после второго ряда. Но все же. Приучаемся сразу пришивать стразовую цепочку таким образом, чтобы при срезании мы не срезали нить, которую мы вышиваем. Выводим иголочку сюда. И пришиваем за эту перемычку. Как можно ближе к самой перемычке. Вот таким образом. Выводим иголочку перед стразовой цепочкой. Ровно по центру. И пришиваем. Очень-очень близко к самой перемычке. Здесь в самом начале нужно сделать два стежка, чтобы лучше скрепить. Хорошо подтягиваем. Здесь иглу было бы лучше даже шить. То есть шить иглой не прямо, а уводить ее ближе к центру. Под углом располагать. Вот таким образом. Сейчас я покажу. Вот таким вот образом. То есть игла у нас идет ближе к центру. Не прямо заходит в фетр, а под углом. Хорошо подтягиваем. Далее мы обнимаем ряд с бусинами. Вот таким образом. И пришиваем здесь от центра 9 страйзиков. Выводим иголку перед цепочкой. И пришиваем. Стараемся пришить под углом. Подтягиваем. Так она хорошо ляжет. Здесь мы фиксируем 9 страйзиков. И с другой стороны делаем так же. Белая сразу цепочка пришита. Так сейчас это выглядит. Я говорила, что здесь 34 страйзика. Я, конечно, имела ввиду, что с двух сторон. То есть здесь 34 и здесь 34. То есть всего 68. Что дает нам вот такую длину. Здесь в готовой клипсе вот этот размер 2 см. А длина цепочек, вот центральная черная, 6,5 см. То есть сама клипса 8,5 см. Вы можете сделать, например, не такой срез уголочком, как у меня. Можно сделать срез прямой. Если вам нравится такой больше прямой. Можно сделать в эту сторону, например, срез. То есть здесь вы будете примерять свои сразу цепочки и придумывать свои варианты. Либо сделать так же. Цепочка отщипывается кусачками. Просто берутся кусачки, ставятся в нужном месте и отщипываются. Либо можно использовать ножницы, которые вам не жалко. Так как проволока, ну вот эта перемычка, да, она какая-то стальная. И, соответственно, ножницы нужно не испортить. Здесь у меня по центру сразу цепочка черная. 26 страйзиков. Также у меня уже все отмерено. Я располагаю ее по центру, строго по центру, очень близко к самим бусинам. Вот таким вот образом. Вот так она у меня пройдет. И пришиваем здесь только за первый стразик. То есть мы делаем 2-3 стежка, чтобы очень крепко пришить эту цепочку. Поддерживаем вот и подтягивая вот таким образом. Вот что у меня получится. Делаю 2-3 стежка и спеша, очень точно, так, чтобы она красиво легла по центру. Цепочка закреплена и здесь, в этих уголках, вот в этих местах, мы пришьем по одной бусинке рандели. Пришиваем ее как бы по диагонали, вот так. Не так, но вот так, чтобы она смотрела в центр. Здесь бусинку нужно будет пришить так, что вместе с шками, для того, чтобы она не болталась. Укладываем ее, пришиваем на 2-3 стежками. С этой стороны также пришнем бусинку. Здесь бусинки пришиты. Теперь нужно срезать лишний фетр. То есть бусинки пришили. Леску закрепили хорошо наизнанке, чтобы бусинки не разболтались ни в коем случае. Все очень крепко должно быть. Поворачиваем, переворачиваем так наизнанку. И держим леску, чтобы ее не отрезать. И вот здесь видны, правда леска прозрачная, может быть плохо видно. Вот они, стежки. Мы срезаем аккуратно, не спеша, ровно полосочку. Вот эту ненужную нам полосочку. Срезали буквально 2 мм. У кого как получится. Видим, что можно срезать еще. То есть срезаем еще. Либо сразу срежьте очень близко к этому шву, к этим стежкам. Очень близко. Либо срезайте по чуть-чуть, как вам больше понравится. Я срезаю так один раз, потом посмотрю еще раз срежу. Посмотрю. То есть здесь я смотрю, чтобы оставалось немного расстояния. И чем меньше, тем лучше. Чем меньше ветра здесь будет, тем лучше. Но учитываем, что у нас здесь есть стежки, которые нам нужно оставить. Нам их нужно сохранить. И здесь еще можно срезать не ровно, а вот немного вот так. То есть чуть-чуть скрулить к центру. Вот таким вот образом я еще срежу. Очень близко к этим стежкам. Но очень аккуратно, не спешим. Вот так. Так, чтобы был ровный, симметричный срез. Подрежу еще немного здесь. Вот так. Так. Теперь здесь, в этих местах, просвечивает еще фетр. Здесь пришью по одной маленькой бисеринке черного цвета. Ну, у меня бисер 15-го размера. Так же пришиваем двумя стежками, для того, чтобы все крепко держалось. Пришиваем. Убираем одну бисеринку. Пришиваем. Вот так это будет выглядеть. С этой стороны так же пришлем. Здесь я пришиваю двумя стежками. С другой будет так же. Далее мы берем нашу черную стразовую цепочку. Располагаем. Также обнимаем первый ряд цепочки. Пришиваем точно так же. То есть правила те же. Наша центральная линия проходит между стразиками. И шьем мы здесь. Так же начиная от самого центра. Иглу здесь это очень обязательно. Здесь это прям вот нужно обязательно соблюсти. То есть мы пришиваем. Иглу мы вкалываем в фетр не вот так, не под прямым углом, да, чтобы игла не прям проходила, а именно под углом. Очень близко к перемычке. И иглу ведем вот так к центру. То есть пришиваем к центру. Черную стразовую цепочку пришита. Дополню, что с этой стороны мы от центра фиксируем. То есть пришиваем 10 стразиков. И закрепляем после 10 стразика двумя стежками. Так, с двух сторон она у меня пришита. Так сейчас это выглядит. Вышивка на этом завершена. Теперь нам нужно срезать лишний фетр. Я закрепила леску. Здесь она у меня длинная, я ее не отрезаю, оставляю. Если у вас леска длинная, вернее, если у вас леска короткая, то закрепите здесь новую леску. Так будет удобнее, чтобы потом ее не крепить между слоями. То есть мы будем обшивать край этой же леской. Я леску опущу сюда вниз. То есть мы ее направляем так вниз. Держим вышивку и начинаем срезать фетр. Здесь нам нужно срезать фетр наравне с самими стразами. Вот так. Здесь мы режем. Не боимся, так как мы пришивали максимально близко к центру. То есть уводили леску близко к центру. Поэтому срезаем. Срезали. Теперь мы посмотрим изнанку. Все ли у нас получилось здесь ровно. Вот здесь, в этом месте, хочется подрезать. То есть у нас должна быть ровная, округлая, симметричная изнанка. Так, чтобы было красиво, да? Придерживаем леску так, чтобы ее не срезать. И подрезаем немного здесь. То есть вы посмотрите, как вы срезали. И подровнять, чтобы было аккуратно. Ну, здесь у меня нареканий нет. Пришито все. То есть все зависит от того, как вы пришили сразу эту цепочку. Сразу эту цепочку пришита хорошо, значит и изнанка будет ровная. Теперь мы сравним с уже готовой. Так теперь выглядит вышивка. Смотрим, как она на изнанке сравнивание. Сравниваем с первой сережкой. Если это у вас пара, конечно, если будет одна. Ну вот, очень похоже. Все зависит от того, как вы пришили цепочку. Если сразу цепочка пришита ровно, то, соответственно, и изнанка у нас получится достаточно ровной. Теперь ее нужно проклеить бумагой. Берем. Обводим. Изнанку проклеили. Уплотнили бумагой. Далее мы берем нашу вышивку. Прикладываем. Обводим на 2-3 миллиметра больше. То есть даем небольшой припуск. Здесь я отмечаю конец вышивки. То есть вот ее края. Таким образом. Видно, да? И вырезаем. Клипсы будут располагаться так. То есть это будет выглядеть... Сейчас я открою зажим. Вот. Таким образом. Поэтому нам здесь нужно... Поэтому нам здесь нужно найти и отметить расположение самой клипсы. Вот так по центру. Далее я складываю пополам. И делаем надрез. Делаем надрез небольшой. Кожа тянется. Поэтому мы можем сделать разрез небольшой. Надрез небольшой. И клипса хорошо вставится. То есть вот такой вот. Такой, наверное, будет маловат все же. Но я попробую. Потом посмотрим. Значит, просто натягиваем клипсу... Ой, натягиваем кожу и вставляем клипсу. Чем меньше здесь будет надрез, тем просто аккуратнее она будет смотреться. Вот. Получилось. Теперь капнем клея и приклеим клипсу к коже. Здесь можно нанести много клея. Он легко удаляется. Таким вот образом я приклеиваю. К клипсу видно, что она немного кривая, поэтому подравниваем. Смотрим. Здесь я приклеиваю так. Вот. Здесь немного видна часть клипсы. Можете приклеить по-другому. Но так как у меня в первой клипсе так получилось, то здесь я делаю так же. Можно спрятать всю площадку, да? Как у вас получится. Как вам нравится, вернее. Располагаем центрально. Центрируем вот таким вот образом. и далее уже приклеиваем к самой вышивке. Чем лучше у нас приклеится эта кожа, тем легче нам будет обшивать край. Поэтому проклейте хорошо. Прикладываем. здесь необходимо пришить очень ровно, не спеша. Посмотрите, совпадает ли ваш центр, то есть вот, да, нашу ось. Мы можем посмотреть вот кристалл и сам зажим. Вот так вот проверить, чтобы они находились на одной линии. приклеиваем ровно. Если что, можно немного отцентрировать. Попробуйте зажим закрыть и проверить еще раз. Вот у меня центральный кристалл и сам зажим клипсы проходит ровно. Я оставляю так и даю высохнуть. Здесь нужно дать высохнуть, чтобы было удобно обшивать край. Клипса хорошо приклеилась, все подсохло. Здесь тоже все хорошо проклеилось. Это важно для дальнейшей работы. И срезаем лишнюю кожу. Здесь ее нужно срезать наравне с фетром. Приступаем к заделочному шву. Леска здесь выходит между фетром и кожей. Мы прокалываем два слоя. Здесь, конечно, это не очень удобно сделать, но мы потихоньку справимся. Оставляем петельку и входим иголочкой в эту петельку. То есть мы здесь делаем просто узелок. Подтягиваем. набираем здесь две бисеринки. Как я уже говорила, здесь миюки 15 размера, у меня черного цвета. Мы при заделке края только при первом стежке набираем две бисеринки. Далее всегда будем набрать по одной. Набрали две бисеринки, отступили расстояние примерно равное одной бисеринке. подтягиваем и входим вот так иголочкой во вторую бисеринку. Подтягиваем. Таким образом бисеринка ложится отверстием к нам. То есть мы видим отверстие бисеринки. Далее набираем одну бисеринку. Здесь очень мало места и зацепиться за фетр и кожу очень неудобно. Поэтому в этом случае мы шьем, то есть мы прокалываем саму вышивку. То есть входим углы в саму вышивку. Вот, например, так. Набрали бисеринку и проходим перед сразу цепочкой. Так это выглядит. Поправляем. Здесь леска проходит между стразиками и входим в эту бисеринку. Подтягиваем. Набираем еще одну. Входим иглой перед сразу цепочкой. вот так. Входим в эту бисеринку. Леска снова окажется между стразиками. Вот таким вот образом. Хорошенько подтягиваем. здесь эти бисеринки у нас закроют как раз вот этот вот слой. Мы его не увидим. То есть бисеринки прикроют этот слой и будет вот так вот аккуратно. И заканчивая заделочный шов, у нас остается место для одной бисеринки. Мы как обычно набираем бисеринку, прокалываем два слоя, то есть шьем совершенно так же. То есть мы набрали бисеринку, проходим через нее и подтягиваем. Все как обычно. И здесь мы подошли к самой первой бисеринке. Нам необходимо соединить последнюю и первую бисеринку. Для этого мы входим ничего не набирая, входим иглой в первую бисеринку вот так. То есть получается мы как бы набираем эту бисеринку. Входим иглой, подтягиваем, прокалываем два слоя. Здесь леска вышла в эту сторону, значит, то есть наружу, да, то есть мы прокалываем иглой два слоя вот так с этой стороны туда. Сейчас уберу цепочки, подтягиваем. Таким образом они у нас соединились и завершая этот этап входим в эту же самую бисеринку вот так. То есть самую первую. Все, подтягиваем. Вот так они соединены. Теперь я здесь вхожу вхожу в следующую бисеринку вот так. Нам необходимо спрятать нашу нить. Вхожу в следующую. То есть здесь мы погуляем по бисеринкам. Протягиваем. Вхожу в следующую. И таким образом можно пройтись вот по соседним бисеринкам. Так. Следующую. Порошенько подтягиваю. То есть здесь я так гуляю. По бисеринкам прячем леску подтягиваем. Снова пройдемся. После таких проходов она, конечно, никуда не денется. можно сделать также узелок. Можно его не делать. Просто много раз пройтись. Но здесь я сделаю большой узелок. Так как леска. Значит я здесь цепляю вот эти нити. Вхожу в эту петельку. Подтягиваю. Прохожу через бисеринки. Снова подтягиваю. сильно чтобы этот узелок спрятался в бисеринке. Подтянула. И леску можно смело отрезать. Тянем леску и отрезаем бисеринки. На этом наши серьги и клипсы готовы. Такие у нас получились. Достаточно праздничные, очень красивые. Спасибо, что были со мной. и до новых встреч в мастер-классах. До новых встреч в мастер-классах!